Мир всем! Помолюсь! Царю небесный, утешителю души истины, И же везде сын, и вся исполняя сокровища благих, И жизни подателю принесились овны, И очистены от всяких скверны, И спаси Боже души наши! Господи, молим Тебя, благослови наши занятия, не допусти нам уклонения ни направо, ни налево от правильного понимания смысла. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Сегодня 17 апреля, мы продолжаем разбор пособия по изучению Евангелия от Марка, 8 глава с 27 по 33 стихи. И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогу он спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди? Они отвечали, за Иоанна Крестителя, другие же, за Илью, а иные, за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Петр сказал ему в ответ, ты Христос, и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что сыну человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Область Кесария Филиппова лежала значительнее севера озера Кенесаревского, на пути в Дамаск, к юго-востоку от горы Ермона и других ливанских гор. Каждому из нас придется дать ответ на этот вопрос. Обыкновенно обаяние человека уменьшается по мере близкого знакомства с ним. Так ли со Христом? Чем ближе знакомишься с ним, тем более в душу вкрадывается убеждение, что это неземная личность. Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Матфея 16, 22. Нам трудно представить себе, какое адское искушение скрывалось под этим доброжелательным на вид советом. Предстоящее крестное страдание и все, что было связано с этим, было ужасным событием для Христа. И предложение откасаться от этого было, наверное, искушением, преследовавшим его на каждом шагу. Евангелие от Матфея 26, глава 53-54 стихи. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудется Писание, что так должно быть? Евангелие от Луки, 4, глава 5-6 стихи. Сейчас откроем. И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства Вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол, «Дам тебе власть над всеми семи царствами и славы их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее». 22, глава 42 стихи. Евангелие от Луки. Говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня, впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет». Евангелие от Иоанна, 18, глава, 11 стих. Но Иисус сказал Петру, «Вложи меч в ножны, неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?» Мы недостаточно представляем себе, что стоило Христу Его послушание. Допустимо ли нам руководствоваться другими человеческими соображениями о нашей выгоде, удобстве и удовольствии, когда последние идут в разрез с волей Божией? Возможен ли компромисс? Не есть ли для нас стремление пожалеть себя и быть эгоистом – постоянное опасное искушение? Давайте постараемся ответить на эти вопросы и разобрать желающие, пожалуйста. Вопросы-то понятны и ответы тоже понятны. Что да, действительно, это постоянное опасное искушение, и мы каждый день в утренней молитве молимся – не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Постоянно эти мысли одолевают нас поступить против воли Божией, а как против? А по своей собственной воле. Вот этот грех называется «своеволе», или еще там «самомнение», «а мне кажется, а я хочу» – эгоизм еще это называется, когда в разрез идет с волей Божией. Вот. И пример нам дан. То есть нужно не бояться таким Петрам, которые подходят в виде благовидной такой причины. «Ну, пожалей себя, ну что ты вот себя мучаешь? Мляш, отдохни, или там еще что-нибудь там, да? Зачем тебе это надо? А почему ты? Почему не другие? Вот все эти вопросы. А что ты лучше других?» Это все вот эти вот искушения в духе вот человеколюбивого Петра. И нужно нам научиться на эти вопросы отвечать по-христиански, так как наш учитель отвечал. Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Вот. И нужно понимать, что это соблазн. Вот. Но тут, конечно, нужно отдать должное Христу ибо его соблазн, он понимал, на что он идет, на смерть. У нас-то какие соблазны нам? Гонений нет пока, тихое мирное время, благодарим за это Бога. Вот. Но нужно быть готовыми, что настанут времена, времена Антихриста, когда нужно будет сказать так же, как Петр. Отойди от меня, сатана, ибо ты мне соблазн. Будут под благовидными причинами, вот, ставить метки, невидимые на людей. Вот. Будут под благовидными причинами спрашивать, отречься Христа, обманывать будут людей, искушать. Даже избранных написано. Вот. Это было и во времена советской власти. Безбожная власть предлагала сотрудничество в обмен на сытую жизнь. Вот. Была декларация предательская. Сергия нашего в радости, в вашей радости. Но были в то время и мученики, которые сказали, отойди от меня, сатана. И были замучены этой безбожной властью. И сегодняшняя церковь этих мучеников не хочет признавать. Но вот в чем беда-то еще. Нет покаяния в этом вопросе-то. Так. Ну, кто-то хочет высказаться, пожалуйста. Все понятно? Или, может быть, пример из своей жизни. У кого какие были искушения. Кто-то устоял. Кто-то, может быть, не устоял. Хочет покаяться в этом. Пожалуйста, поактивней. 16 участников сегодня. Тишина. Евангелие от Марка, 8 глава, 34-38 стихи. И подозвав народ с учениками своими, сказал им. Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Или какой выкуп даст человек за душу свою. Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде всем пролюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет во славе Отца Своего со святыми ангелами. И подозвав народ с учениками своими, сказал им. Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Или какой выкуп даст человек за душу свою. Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде всем пролюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Что послужило поводом для нижеследующего изречения Христа? На вопрос желающие ответить, пожалуйста. Что послужило поводом? 17 человек и тишина. Алексей Влагучев, как думаешь? У тебя микрофон не выключен. Не выключен? Да, Анатолий, я думаю, как раз таки... Ой, извини. Ничего, ничего, говори, говори. Да, просто мне кажется, что как раз вот то, что Петр подошел и сказал Иисусу Христу, да не будет собой этого, это как раз и послужило причиной сказать то, что мы прочитали. Да. То есть как бы обращаясь к Петру и одновременно ко всему народу, что нужно отвергнуться себя и не бояться. Да. Совершенно верно, не поспоришь. Мы имеем здесь один из основных законов Царствия Божия. Действие его также безошибочно верно, как действие закона тяготения в мире физическом. Матфея 10, 38, 39. Ибо кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Вот эти слова понятны? Ну, некоторые, кажется, непонятны. Сберегший душу потеряет, потерявший сбережет. Что такое? Как так? Ну, если потеряет, то потеряет. О чем речь? Мне кажется, здесь душа в разных значениях. В первом случае душа это жизнь. Сберегший жизнь свою потеряет как бы душу. А во втором, то есть, ну и во втором случае это душа, то есть именно душа, как бы более широкое понятие. Ну, если, ну я думаю так. Может, имеется ввиду, потеряет душу для мира сего и обретет Царствие Небесное? Ну, то тоже, да, верно. Ну, а еще давайте обратим внимание впереди, ибо не берет креста своего. Что? О чем речь? Ну, не отвергает себя, наверное. Кто не отвергает себя, тот и креста не может взять. Нет, тут разделение идет. Крест отдельно, отвержение отдельно. То есть, тут вот сказано, кто хочет идти за мною, первое, отвергни себя. Второе, возьми крест свой. Если бы это было одно и то же, было бы так же, отвергни себя и следуй за мною. Ну, все, а тут еще, видишь, через запятую. Ну, то есть, надо сначала отвергнуться себя, без отвержения себя крест невозможно взять. Сначала отвергни себя, потом бери крест. Вот, отвергнуться себя, это, ну, как бы разобрались. То есть, отвергнуться себя, это перестать быть эгоистом. То есть, свое я отодвинуть на дальнюю паспу. Исполнять волю Божию. Исполнять волю Божию, да. Вот. Сегодня есть такая категория людей, общественники. Для них общественное важнее личного. То есть, в этом плане они вот отверглись своего я. На первом месте это общественная работа. А здесь Христос дальше объясняет. Ради чего? Не просто ради какой-то там общественно полезной деятельности, а ради меня и Евангелия. Вот. А раз ради Евангелия, то тут идет, даже дальше идет, вот, возьми крест свой. Кто про крест знает? Пожалуйста. Что это имеется в виду здесь? Я как раз вот у Игнатия Тихоновича спрашивал, вопрос задавал такой. И, соответственно, взять крест, то есть, быть готовым переносить несгоды, болезни, ну, все, что может принести, как бы, христианину служение Христу. То есть, вот эти поношения как раз от других людей. Тут уже тоже написали подсказку. Да. То есть, крест, это раньше считалось не просто казнь, а позорная, поносная казнь. То есть, на кресте распинали самых лютых злодеев и негодяев, которые были в народе презираемы. Разбойников, то есть, кому нравятся разбойники, которые занимаются грабежами, разбоем и убийствами, конечно, их на глазах у всех людей, вот, вот. И о Христе также было сказано, и к злодеям причем. И вы, когда христиане будете, мы, когда христиане делаем добрые дела, от которого Христос говорит, отвергнись себя, значит, и своего я, то есть мирские вот эти все дела, ему это ненавистно. Вот этот наш свет. Потому что, если никто не светит, их дела злые, никто их не обличает. Люди более возлюбили тьму, нежели свет. Потому что дела их злые, они не хотят, чтобы дела их были обнаружены. Вот. Когда все творят зло, и все воруют, как бы, и все, никому нет дела. А когда один честный находится, и начинает этих оборотней в погонах на свет Божий выводить, сразу его система выдавливает. Так же и нас, христиан, должны отовсюду гнать, где мы начинаем правду говорить, что весь мир лежит во зле. Мне уже это понравится, когда ты говоришь человеку, что ты неправильно живешь. Ну, обычно он начинает, а ты сам на себя посмотри. Значит, про крест разобрали. А можно еще дополнить, маленечко? Да, конечно. Вот еще мне кажется, что вот крест — это еще имеется в виду грех. То есть вот отвергнуть себе — это то есть самость свою, то есть отвергнуть. А брать крест — это уже как бы ты после отвержения себе одну, ты можешь уже и грех как бы свой отнести, ты уже его принял. Вот. И можешь его как бы уже нести и нормально. Вот. Что значит крест — это равнозначно грех и нести грех свой? Что значит нести грех свой? Ну, ты это согрешил, вот, и как бы открыто несешь его, следуя вот за Господом. Грех открыто несешь? Ну да, как бы не стесняешься, наверно, так как-то нет. Я не прав, конечно. Да нет, конечно, ну как не стесняешься? Ну, который ты был прежде, да, если тебя этими грехами тыкают, то они в пустоту тыкают, ты уже не тот. Понятно, но возьми крест свой, возьми грех свой — это не надо такие слова равнозначные. Крест — это поношение имеется в виду, крест со страданиями, но никак не со грехом. Со страданиями от домашних может быть у тебя скорби, что родные тебя, близкие не понимают, что все тебя за сумасшедшего считают, которые не пошли за Христом. Они родные, близкие тебе люди, ты их теряешь, они не разделяют твою точку зрения. От этого у тебя страдания, переживания за их души, может быть, тоже в том числе, что они не верят в тебя, считают тебя обманщиком, божецом, сумасшедшим. Не верят тебе. Это тоже своего рода крест. Потом даже еще поносят тебя, обзывают. Это тоже своего рода страдания. Ты, которые вместе ходили в Дом Божий, поднял на меня пяту. С каким разделяли искренние беседы, ходили вместе в Дом Божий. Даже такое может произойти. Это тоже своего рода крест. Начинает тебя поносить. Ямис, лоцис. У вас не выключен. Что по этому поводу можете добавить, пожалуйста? Да, Сергей Стушенко говорит, что вот, и Ольга пишет, что меня гнали, будут гнать и вас. Это вот и есть крест, нужно к этому готовить. Это поношение. Ну или испытание. Почему поношение и испытание, ну как бы, сразу стоят. А вот то, как ты реагируешь на эти поношения, это вот тоже о многом говорит. Тебя начинает поносить, ты должен в ответ не отвечать злом на зло, а радоваться, вспоминая слова Христа. Гнали меня, будут гнать и вас, ученик не выше учителя. Игнатий, Игнатий, можно мне сказать? Игнатий, можно мне сказать, а? Игнатий Тихонович, можно мне сказать? Он далеко. Серёжа, можно? Нету. А? Игнатий Тихонович, это нету. Игнатий Тихоновича нету, разрешения нету. Я как могу дать разрешение? Я же вам не могу. Он заступил. Я спрашиваю, а где Игнатий-то? Ну нету, потерпите, появится, даст разрешение. Я не могу, я же вам. Так у меня, потому что кстати, а потом уйдём на другой. Как раз об этом отношении к Христа мне нужно сказать. Ну ладно, нет значит нет. Всё, годы гонений прошли, а сейчас уже... Ну тоже искушение. Муж запретил, а ты, Сергей, разреши. Что я должен сказать? Так она у тебя не спрашивала разрешения. Она у тебя не спрашивала разрешения а у Игнатия Тихоновича спрашивала разрешения. А тебе, я говорю, где ты? Сергею говорю, где ты и есть? Сергей, где, говорю, Игнатий? Ну вы... Вот она говорит, вы не спрашивали у меня разрешения. Она права? Да, я говорю, Серёжа, ты, может, разрешишь? Я так сказала, да. Архиль сразу говорит, нет, не говорит. Я хотела по слову сказать, в годы гонений. В годы гонений, да интересно, конечно, что было в годы гонений послушать. Ну, появится, Игнать Тихонич, вы себе пометку эту сделаете, мы обязательно вернёмся к этому вопросу. Но без разрешения мужа вам запрещено говорить, и не нужно даже и спрашивать про это. Хорошо. скажу крест имеется ввиду все тяготы жизненные все гонения то есть образ креста он тяжелый и выносимо тяжелый надо его безропотно безропотно терпеливо нести до конца так понимаю истина то причем взять его надо самому самому взвалить на себя и с пониманием того что будет еще тяжелее просто нести нести его до конца на себе вот и по научиться испытывать радость неужели меня также как моего господа гонят значит она вера пути совершенно верно надежда васильный свой крест на тихо не часовой крест у меня свой у тебя свой каждого свой вот крест это тоже напоминание распятом христе который умер за грехи наши вот и мы должны с благодарностью переносить вот эти вот поношение лишения от мира а если их нет то и спроси себя христиане ли я христос обещал если гнали меня будут гнать и вас значит где-то мы недостаточно ревностными недостаточно смелы где-то не до конца отвергли себя раз нас не по не поносит значит значит мы такие же мирские ничем не отличаемся боимся это сказать начальство это не на работе боимся что у нас уволят или отношения испортятся вот игнать тихонов например в этом плане всем кажется что он всех ругает это вот верный путь мне кажется что у меня ругает если кто-то там милиция сидит алкаса что нас ругает власти сидят одни отказа что он их ругая да и правильно делает то есть не ругает на обличая значит людей это касается раз касается значит есть надежда на исправление а если не будешь обличать то ничего и не будет человек и не исправится они исправиться вам душа пойдет поэтому обязанность христианина обличать но обличать с любовью без укоризны в духе кротости каждый сам смотря за собою чтобы не было в ответа ты на себя то посмотри учишь не пить а рот вине учишь не красть сам воруешь вот а если у тебя жизнь мезукоризненная то и смело обличай прежде вынь бревно из своего глаза и вперед тогда научишься как вынуть сучок из глаза брата своего а вот вынуть бревно из своего глаза это вот и есть отвернуться себя отвернуться своих вот этих вот греховных эгоистических пожеланий чтобы тебя со стороны никто не укорял и дальше исследуй за мною христос говорит что это такое следовать за крест за за господа то есть такая молитва дай пройти строго по твоим окровавленным стопам вот у нас виктор андреевич так молится заповеди дожить по евангелию а для чего куда он христос последовал то что дальше на голгофа наверное то есть до самоотречения следовать за ним взявший крест исполнять волю его но надо дальше голгофа не все мы будем на голгоф это многие христиане без голгофа в раю оказались ну так же можешь сказать что у каждого свои голгофа тоже как бы просто следовать как сказать это его воли идти за ним до конца следуй за мною этот наверное значит что вот прям до конца идти за ним как бы он не хотел после крестной смерти следует воскресение и вознесение и с верой что мы воскреснем вознесемся вот это и есть следует за мною смотри дальше что будет но сначала наверно до суда надо дойти да на суде мы все будем они будут судим а другие будут написано на суд не приходят что значит не приходят разбирались будут просто свидетели потом то от нас после суда уже его не зависит до суда до суда надо следовать за крестом потом то уже будет поздно то это и понятно понятно то есть не каждый может нести крест свой не веря в то что его ждет ожидания будущих благ а вот ожидания будущих благ она утешает и написано после скорби и страдания господь дает и утешение чтобы могли перенести каждому по мере своей дается скорби чтобы мог вынести человек а без веры это вынести невозможно в христу предлагалось да не ходите на эту голгофу да побереги себя и у каждого у нас то зачем тебе у тебя неприятности будут промолчи сплошь и рядом это все и дальше господь говорит ибо какая польза человеку если приобретет весь мир а сатана весь мир тебе предлагает как и христу предлагал богатство предлагает а душе твоей повредит и какой выкуп даст человек за душу свою где этот выкуп нас на суде там неподкупный судья там все сколько бы ты денег бы не заработал ничего тебе они тебе там не помогут душе то повредишь и дальше ибо кто постыдится меня и моих слов вроде всем пролюбодейном и грешном того постыдится и сын человеческий когда придет во славе отца своего со святыми ангелами вот она и вот и вывод какой из всего сказано то есть это ложный стыд когда мы своего рода вот это вот петрова отречения дам галят и был со христом я не знал его так и нам предлагает займись собой у нас недавно сестра ушла из общины она не верит что есть сатана веру потеряла понимала крещение 12 лет вот сколько много лет была общей и и все крах меняя слов вроде всем пролюбодейном и грешном видите как господь этот мир охарактеризует пролюбодейны и грешны того постыдится и сын человеческий когда придет вас во славе отца своего со святыми ангелами я на 12 до 4 до 6 истина истина говорю вам если пшеничное зерно по землю не умрет то останется одно а если умрет то принесет много плода любящий душу свою погубит ее а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную кто мне служит мне до последует и где я там и слугам и будет и кто мне послужит того почтит отец мой идите за мною очевидно значит идти вперед расти в духовном отношении расти надо не на месте стоит то есть написано также переходите из веры в веру то есть вера наша должна крепнуть окрепчать вера должна наших побед 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 над искушениями испытаниями тут непонятно если умрет зерно то то принесет много плода вот тут я не понимаю но объясняю то есть зерно пока в землю не похоронишь а но пока его не закопаешь она не прорастет также не наше тело пока его в землю не положат душа на него смесь и мы в таинстве крещения с погребаемся христу троекратное погружение сегодня как раз вы чарят материал читали то есть это и есть говорит о том что мы тело свое 7 в землю чтобы душа воскресла пока она не умрет и не она должна еще и при жизни умереть душа наша жизни греховной для меня мира распят и я для мира распят этот и значит умер похоронил все свои вожделения страсти желания служения сатане против воли божьей поступать написано вникая в себя и в учение занимайся сим постоянно тогда будет у тебя духовный рост так ли я поступил по воле божией я поступил вот эти вангелии она к стыду нашему написано раньше не было ветхого завета и люди как-то жили им совесть подсказывал а потом когда словит бра сожжена тогда вот стал писаный закон какой стих вот этот а если умрет то принесет много плода от этого стиха ты что можешь расскажи да а что именно в этом тебе вот видишь и одному человеку непонятно истина истина говорю вам если пшеничное зерно по землю не умрет то останется одно а если умрет то принесет много плода но пшеницу же сеяли то есть если ты семечко не посеешь то и колос не зайдет то есть много колосьев на примере колоса понятно и дальше расшифровка любящий душу свою то есть любящая жизнь вот эту пирскую греховную погубит ее то есть дальше ты пойдешь в ад никакого воскресенье после смерти не жизни вечной не 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 ждет тебя будут вечные мучения при этой жизни как причем богачей лазере пешу ствол блистательно бога лазер нет получил все скорбное теперь лазер утешается а ты страдаешь также нам надо при этой жизни возненавидеть вот эту душу мирскую вот эту жизнь грешную прелюбие в мире всем то есть мир греховный имеется ввиду то есть если ты возненавидишь эту свою прошлую жизнь то ты сохранишь ее в жизнь вечную душу вот тут галатом 68 говорится сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную вот ну а как-то рахиль понимает что значит сеять в плоти сели в дух ну вот я кушаю много я разбогатеть хочу я хочу красивую машину я хочу красивую прическу я хочу сделать там еще и еще в общем сокровища земные это ты это это в плоть я сею все это моль сожрет твои шубы ржавчина твои деньги золото у тебя вор подкопает все это прах возвратиться а что значит сеять в душу вот все душу это значит за христом идти крест свой взять и идти сеять в свою душу заповеди исполнять проповедовать смиряться что значит собирайте себе сокровища на небесах кто сокровища на земле там понятно машины квартиры дачи яхты понятно с собой туда все не возьмешь а как собирать сокровища на небе как его на небе соберешь ну вот плоды духа надо собирать себе что плоды духа надо собирать себе около две одежды дай не имусь ему гонит пищи накорми вот уже ближе до господь говорит больного посетили меня посетили накормили меня накормили по плодам нас узнают так можно сказать еще ну давайте прочтем по рассуждали тут оказывается все написано взять крест свой значит добровольно и открыто взять на себя позор креста христова но для меня непонятно для меня крест это слава христова я знаю что он воскрес а те кто не верят воскресенье ну как вы можете в 1 5 верить его люди убили какой он пророк он уже пророк да иудеи так считают убили ученики украли его тело какого воскресенья не было а что значит вот добровольно и открыто взять на себя позор креста христова но ты правильно то есть как христа поносили гнали так и вас ты на себя добровольно и открыто берешь то есть осознаешь что став христианином меня будут клевать толкать плевать за ушать гнать проклинать ненавидеть за имя мое за правду есть такое выражение правда глаза колет а тем кому она колет хочется в ответ тоже кольнуть люди начинают всякие гадости делать 1 коринфянам 1 глава с 18 по 23 стихи ибо слово о кресте для погибающих юродство есть а для нас спасаемых сила божия ибо написано погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну где мудрец где книжник где совопросник века сего не обратил ли бог мудрость мира сего в безумие ибо когда мир своей мудростью не познал бога в премудрости божией то благоугодно было богу юродством проповеди спасти верующих ибо иудеи требуют чудес и елены ищут мудрости а мы проповедуем христа распятого для иудеев соблазн а для еленов безумие вот из этого стиха что тут непонятно слово о кресте для погибающих юродство есть то есть можно понимать что есть люди погибающие не избранные не желающие спасать душу желающих жить во грехе и когда им говоришь о крестных страданиях господа нашего о его воскресении о том что он жил правильно что он призывает оставить грех покаяться что он не желает смерти грешников вот эти погибающие люди они считают нас дурачками геродины чем один раз живем ешь пей гуляй веселись ибо завтра умрём но занять не могу говорить потом перезвоню а для нас спасаемых сила божия то есть мы верим в его воскресение верим что эти страдания когда-то кончатся что они время временные что господь страдал и и воскресли мы веруем тоже вас как со воскресением с ним для нас это сила ибо написано погублю мудрость мудрецов что это такое имеется ввиду кто знает и разум разумных отвергнул какой мудрости говорится здесь фресейский наверное вот это вот были такие философы у них учения разные они ораторствовали там ну словоплеты так были люди любили слушать их мирские речи есть такие мудрецы которые могут два часа говорить а потом спросишь что он говорил они а так хорошо такая говорил у меня мама какая проповедь была бачка какую проповедь о чем ни слова не может вспомнить но хорошая вот эти мудрецы ну они бог эту мудрость эту философию мира сего он обратил в безумие то есть по сравнению с мудростью божия это ничто и вот эти вот проповедники апостолы никакие они семинариев консерваториев не кончали у меня тихонько часто спрашивает а у вас какое образование духовно нету никакого вот это вот совопросники века сего сегодня требует чудес мироточения икона или не ищут мудрости а где-то учился спрашивают отец владимир тоже он не закончил семинарию там кое-как однако люди идут за ним многих он обратил веру православную и гонят за это положено всяким белыми шитками нитками шита все а мы проповедуем христа распятого для иудеев соблазна для елина безумие то есть ни иудеи не елины которые погибающие они не принимают считают это безумие а можно вопрос да апостола павла его можно назвать мудрым можно надо разделять есть мудрость человеческая мудрость мудрость мудрецов и мудрость божественная вот вначале он он был фарисеев фарисеев он был книжником эти все законы соблюдал но гнал церковь то есть он не увидел в этом пророке о котором писание обещала не узнал христа потом свет с неба осиял его пришла истинная мудрость нечеловеческая почему христос всегда вид книжников книжники фарисеи книжники фарисеи то есть у них в руках был ключ уразумения сами не открыли и другим не дали почему так случилось это не говорит о том что теперь надо все книги отложить святых осов и нужно имеется ввиду что нужно вот эту философию вот эти ложные всякие религии ложных богах там всяких там отвергнуть все это взять евангелие новый завет читать столкование здесь истинно готов все безумие павел мудрый да его его послание евреи не любят он и послание единственное послание где он евреям не писал что я павел иисуса христа без подписи послал иначе бы они даже читать не стали он-то для них предателем оказался то есть он был с ними а потом пошел за христом сначала они вместе гнали христиан а потом он стал их защищать дальше отвергнуть себя римлянам 616 неужели вы не знаете что кому вы отдаете себя в рабы для прослушания того вы и рабы кому повинуетесь или рабы греха к смерти или послушание к праведности все мы рабы рабы некоторые говорят тут свобода там сейчас в европе все свобода свобода мы не мы либо рабы греха либо рабы праведности и там и там рабы но если рабы греха то к смерти к смерти духовной физической и вечной или послушание послушание кому евангелию христу богу закон и мы праведно а праведники наследует царствие божье галатам 2 глава 19 по 20 стихи законом я умер для закона чтобы жить для бога я сораспелся христу и уже не я живу но живет во мне христос а что ныне живу во плоти то живу верую сына божия возлюбившего меня и придавшего себя за меня вот видите апостол правил галатам пишет что я умер для закона чтобы жить для бога сораспелся христу видите как уже не я живу то есть меня прошлого нет но живет во мне христос христианин самое высшее звание человека на земле не генералисимуса христианин ибо он сын самого бога наследник а вот что ныне он живет во плоти то живу верую в сына божия возлюбившего меня и придавшего себя за меня все он уже как бы отрекся от этого мира уже его здесь ничто не держит он говорит желаю разрешиться и быть со христом то есть желаю умереть и быть со христом а не значит отказывать себе только в чем в чем-то но усвоить идею самоотречения этим человек компрометируется перед миром то есть мир он эгоистичный то есть жакон джунгли со каждый сам за себя и вдруг тут какой-то выдает идею что нужно отречься самого себя нужно жить для людей для бога для общества помогает друг другу идея это хорошая но она невыполнимая среди эгоистов каждый хочет одеяло на себя тянет поэтому такие люди не приживаются их мир поедает система их перемалывает старается во всяком случае избавиться от них кого распять всех пророков же кого из пророков не гнали отцы ваш писание спрашивает галатам 6 14 а я не желаю хвалиться разве только крестом господа нашего иисуса христа которым для меня мир распят и я для мира то есть обратите внимание то есть христом мир распят то есть верой во христа только ты можешь этот мир отвергнуть а без веры во христа что он победил мир это невозможно никак и я для мира то есть для мира человек должен вот умереть для мира грешного прелюбодейна он должен отказаться грехов стихи 35 38 указывает самой решительной форме последствия эгоизма и малодушия невозможно значит успевать в духовном отношении если не хотим жертвовать собою и открыто исповедовать христа перед другими людьми мы часто воображаем что есть средний путь так ли кто вот на это вопрос желает ответить так ли пожалуйста сейчас пока 35 38 стихи от вспомним то есть это вот последствия эгоизма и малодушия что же это такое же следствие 35 38 ибо кто хочет свою заберечь вот то есть приспособиться к этой вот безбожной власти сотрудничать с ней как это вот было семнадцатом году тот потеряет ее человек в рай не попадет а кто потеряет душу то есть согласиться быть казненным ради меня и евангелия то есть не отречется христа не отречется церкви христовой тот сбережет ее то есть бежу ту господь воскресит его кому голову отрезали кого распяли все господь на место обратно вернет ибо какая польза человеку если он приобретет весь мир а душе своей повредит или какой выкуп даст человек за душу свою ибо кто постыдится меняя слов моих вроде всем прелюбодейном грешно того постыдится и человеческий когда приедет славе отца своего со святыми ангелами да и вот ольга говорит что евгений пишет глупо верит всякому слову благоразумный же внемлен путям своим притчи 14 15 так вопрос так и знаете тихонич прошел курс ускоренный когда его хотели рукоположить прошел ульга отвечает месяц двумя родными братьями еще ольга пишет а если ты не хо а если ты не холоден и горячий то изверну тебя из уст моих тепло-хладность это страшное состояние то есть состояние безразличия изверну то есть ну из блюютов скажем господь его час прошел пожалуйста вопрос когда тихонич игнатий тихонов мир вам разрешите пожалуйста надежде вас сильно рассказать несение своего креста ну а я не разрешаю ну как так это же занятие я только я только про новосибирь про школу хочу сказать и все вам ничего не буду говорить нет нет ничего не надо сиди и слушай я то зачем тут ну и про школу разрешили когда мне учителя там видишь как говорили что за 20 все успокойся сиди со своей молитвы перекрестись и молись маленько придавили не даже ниже подала это уже застанало ну как может тогда игнатий тихонович расскажет об этом о чем но о том вопросе который задала рахиль так он же ведь он не знает как меня на педсовете разбирали за веру как меня знали все он знает так другие вопросы есть помимо креста искушение нет ничего короче я обязательно поверну налево ничего зато по моему а тут как будто вы тоже не правы янис ну уперто свою показали а не мудрость ну как-то всегда надо же защищать зато душе не повредил пусть там начало тоже проехал зато на душе спокойно я не подкаблучник вот и все только что прочитали вам жены это что-то как об стенку горох лучше его жену послушал так держит а написано и поднимает что она его так написано же мудроу жену надо слушаться где написано писание глава стих глава стих рахиль найди у тебя время есть пока не найдешь пожалуйста дай другим словом сказать и глади тихоныч помогите ты сказал ты лям помогите защитите женщин а чё там к просит какой стих что женщина должен слушать мудрую женщина если она мудро говорит можно слушаться я готова в делах житейских женщина бывает острее мужчины в делах житейских а когда муж здесь твои жене не нужно говорить надо молчать и внимать вот особенно когда у нас бывает обед его этом после трапезы и священник есть при священнике вообще женщина не должна слова сказать только слушать от мудрости же не бог не дал дает мудрости господь когда муж теряет кафедру пьет или буянит жена занимает кафедру так а вы вопрос это не задаете что проходили все это понятно ну скажите вот елены ищут мудрости а для людей в соблазн почему соблазн какой в чем вы не разобрали этот вопрос то я тут на каждом стихе буду останавливать и все будет непонятно вы сами научитесь за себя выискивать такие места которые требуют дальше разъяснения вот я покажи отвергнись себя вот надо подробно разобрать отвергнись себя это первый шаг чтобы себя отвергнуть а надо знать что такое себя то есть своего я осваивающего состоит на все решительно круглосуточно и надо все это записать на бумаге то то я люблю то то обедаю столько-то сижу за столом так-то говорю так звоню женщина она не понимает этого она тратит деньги на телефон в один день прожжет все у меня он рядом я говорю ну зачем ты звонила через стенку то но встречали же сегодня звонит и когда денег не всегда денег нету а пенсия больше моей моей больше а у меня деньги всегда есть почему я не трачу никуда не считая только на расчет за что-то у меня нет доходов никаких я легко живу не не звоню не не выпрашиваю еще молчите-то говорите теперь почему для иудеев соблазн мы проповедуем христа распятого почему для них соблазн для людей соблазн 2000 лет назад был соблазн сегодня иисус христос умер на кресте знать простой человек а потом если сказать что его украли никакой не миссия то есть они на этом соблазнялись что означает соблазнялись но не поверили пошли другим путем по своим мыслям как они понимали вот одна фраза которая это показывала какой у фразы ему и говорили христу пока он жив был одна фраза катайник и мы уверуем во вот это написать садись креста и поверим а как раз здесь ты вера уже будет не нужно если сойдет креста спасение не совершилось и верить не во что потом мы говорим надо подражать христу подпишет надо такие ласковые первые христиане были такие они ласковые были и житьем своим обращали людей я сразу тогда ответил а где вы видели ласков 500 божеств было который в римской империи это много конфессиональная была держава настоящая самая сильная в мире казалось бы живи да и живи тебе дают место ниши для христа христиан то никто не хотел ненавидеть просто даже он ливане учитель златоуста и говорил какие женщины у этих христиан то есть они смотрели с великой завистью какие женщины не то что как поет ах какая женщина а вот именно они видели то что до них было недосягаемо вспомните монику мать блаженного августина насколько они мудро поступали они объявили все божества всю святыню римской империи 500 божеств объявили бесами если бы сказали но мы не верим и все нет они павел говорит и принося жертву идолам вы приносите бесам а я не хочу чтобы вы были вам в общении с бесами какое общение у христа и велиара у праведности с неправедности и в этом никто не мог простить 500 разных божеств все вместе собрались государственная дума и объявили христиан вне закона убивать их где не встретишь не надо в суд тащить прямо на месте убивай это 4 иди где клетяна был вот она они все обыкновенная девушка идет но видно как она идет плывет воин подошел ты кто такая на нога ты отойдет дороге я иду молиться а у нее лицо закрыта паранжа он взял рукой и скинул лиц с лица посмотреть на нее о какая красавица она взяла его сразу плюнула в морду то меня солнце не видела ты поганец он выхватил меч и сразу зарезал ее и церковь ее канонизировала с крестьяне такие мягкие были на могла не плевать то ему и дошла бы помолилась и вернулась дождалась внуков вот викенти с епископом двоих допрашивают а он такой лояльный к власти да говорит да мы христиане от нас вреда никакого нет мы добро делаем только все говорит и правитель думает а за что его казнить уже уже все это как хотел сказать секретарю напиши что преступление не обнаружено ну и в зале суда освобожден а в викенти это дьякон и он видно что он прямо горит и поберут свет владыка ну что ж ты молчишь что-то скажи этому зверю поганому что в воду будет гореть раз христа не принял у того глаза на лоб тут и обоих казнил сразу а то христиане такие слова были но что там петр сказал только сказал господи да не будет с тобой этого жалость чтобы его казнили не будет с тобой этого чего особенно сказал то господь мгновенно реагировал отойдет меня сатана за что сатана какой сатана когда-то человек ревности к тебе желает это мы можем задавать вопросы ответа нету надо только подражать подражайте мне как я христу подражал да подражал когда элима волк начал там мутить про консула сергия павел сказал ты враг всякой правды сын дьявола доколе будешь совращать прямых путей господних вот на тебе рука он слепой мыкался налево-направо сегодня так скажи ой-ой-ой какая грубо с невоспитанность но надо знать где сказать и как а если не знаешь не знаешь молчи дух святой развертит уста твои мы не можем сомневаться слова христа он сказал это в речь за что сегодня вот я думаю я поеду а мне говорят ладно вам то уже вы уж так хотите мучеником быть то ребята зачем берете в чечню я могу сказать отойдет меня сатана вот прямо по этому поводу и мы были в чечне и нас там привет или фотографировались чеченки мам там юноши чеченский показали где и что и виктор николаев с ними вышел говорить у нас о чечне а мусульманских республик светлые воспоминания особенно в азербайджане в доме мулы когда были как я в мечеть пришел молиться у них а нельзя молиться ну нельзя и сиди дома тебе нельзя и что теперь мне сегодня искушение вот там человек один да и да не один даже два вот вы здесь в рулетке а тут такое делается и вас обязательно будут обвинять вот старый я пришел сюда тут подал и нюхать я говорю меня не кружится это вы тут сидеть я пришел в врачи надобность у больных они у здоровых и стал говорить и сегодня такие записи сделал хорошие с одним больше двух часов беседовали у него вопросы идут это все выставлю вот я сколько здесь сегодня будет нара 20 20 значит февраля 20 марта два месяца 60 дней 20 10 это 70 10 но и тут 15 76 дней примерно я нахожусь и составлено 340 роликов рулетки 340 ну вот прикинь теперь какая работа проделана тут было все разные варианты избирал беседовать не смотреть а просто читать евангелие подряд слушали салтырь и проще сейчас тут один остался опять у меня где-то уже шестой метод примерно на нем остановился как вдвоем как одному кому как отвечать это работа а чем вы занимаетесь агры то с тобой сейчас и занимаюсь чем я занимаюсь да ближе господь к тебе сердцем вот кого не посмотрю а на вас то и всем я благодарен все что-то мне хорошее делали помогали валентина там он с екатериной мы не один раз у них германия останавливались она людей собирала сама приезжала крещение принималась роднились как родные вот с кем были вообще не говорю про волю оля этот член семьи на кого не гляну даже новые люди и вчера то что-то вы тут какой-то разговор зашел я ответил тот и другой правильно кто-то взял в рамку надпись эту сделал то ли виталий или кто что я сказал то мои слова там печатными буквы в рамке вообще это расположение к словам благословен господь думал о человеческом петр правильно а человеческое нам не чуждо что человеческое люди говорят человеческое означало совершенно не думать о божьей миссии да не будет собой это когда пророчество он восстал петр против пророчества он был изъязвлен за грехи наши мужчин за беззакония наши наказание мира нашего было на нём и ранами мы истрелились исайя 53 глава петр восстал против этого как просто он сказал не будет с тобой этого ты господи побереги себя пророчество не сбылось искупления нету спаситель не родился и господь понял что через петра подошел сам дьявол это самое страшное было и вот когда его распяли христа а возмездия за грех смерть а греха то нет жало смерти грех жало грех а греха нету он укусил жало то они это я то у него самого и потек и он за завопил что садись креста и поверим сойди это дьявол кричал только арты распяленные были у людей много по потом приходит но мы откуда я знаю кто мы беседовали они меня находят уже в youtube приходят и skype люди дети с детьми контакт устанавливаешь как приходит 70 дней ты за 70 дней посади пшеницу там много там зайдет сразу не за нисходы посеялся еще время было спали кто-то сорняки насеет но что это прекрасно что люди услышали ну понятно идеям соблазна и еленам безумие почему безумие еленам пропасть о кресте почему безумие для еленов отвечайте ну философов боги такие раньше были они всех побеждали всяких злодеев там змеев и люди им поклонялись а тут не пришел висот и растялся ну какой же он это сам бог никто он человек просто правильно молодец правильный ответ они говорили себя то не мог спасти кого-то еще спасать будет у них сказочные мифические были герои горь геракла разная но что там делал сколько там и зевса афродита значит у нас где-то всем вечера всем субботу прилетит если этот шахматов будет уже беседа сергей его встречает сразу в гостиницу а потом за нами я буду не один беру с собой галина загуляева чтобы на два аппарата снимать я когда с ним списывался на тихо чем говорил что только мне одному разрешено они там командует зачем это нужно это гость мой они их все у них место проели ли что-то заплатим они сказали чего не хотят там договорились он с ними где-то ограничение в корреспондентах никогда не было я еще приглашаю фотографов салтайской правды он хочет сначала снять интервью а корреспонденты потом пресс-конференция после интервью до этого часа мешает будут сидеть у нас тоже нельзя нельзя когда пошли в этом у нас пробеседовали а потом епархию а там благочинных сколько было двое лет трое трое вот нельзя я договорился сразу и сразу корреспонденты с алтайской правды тут были и фотограф полобоев был то нельзя это уже все согласились а почему первый раз когда были а мы не согласны скажи договорились уже я встал и ушел а тогда был максим епископ он не в тихие нашего епископа спрашивает так что и гнати не вернется он говорит никогда мы там внизу разделились пополам одни пошли со мной домой а другие пошли там они будут говорить карандашом записывал макетапон не записывай это явно дело нечистое вот ездили когда сан-франциско у нас отец аким ездил и виктор андреевич яковлев рассказывает там как они шнырили никому не давали записывать когда же решила о признании каноническом друг друга не обе соединение даже и слова не было но я говорил не на этом не остановится так все получилось из тех которые больше больше 120 укажется общем было только мы двое остались две общины мы приняли акт нам приезжает метрополит служит хорошее отношение но над нами власти никакой нет поэтому они ничего не могут с нами сделать так я тут не знаю сергей это евтушенко здесь ему дай молиться что-то домой до достойно есть я кого истину ложи дитя богородицу и сна блаженную и пренепорочную и матерь бога нас живет честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без искления богослова родшую сущую богородицу сергей евтушенко молись он пишет что у него микрофона нет рядом оля пускай симоненко молится рядом кто-то по снимку ольга симоненко нам симоненко молись звук отсутствует тоже пишет что нет там стоит там черный такой это женщина рядом какая-то еще в очках нет в очках это я не да нет как там по моему женщина рядом соли ну там валентина наталья ну ладно давай сергей я помолюсь а давай олеся отец небесный любящий господь бог я хвала очи благодарю тебя за эту среду чудесную за этот день которого еще не было во вселенной благодарю тебя за наставление напиши на нашем в наших сердцах закон твой чтобы мы могли бы его и исполнить не только читать и познавать его дару нам талант как правильно благоествовать имя твое святое чтобы люди могли обратиться от слов твоих из божественного писания пошли проповедников католикам православным мусульманам буддистам и иудеям язычникам и все кто не познал имени твоего святого да познает вся вселенная ибо написано всякое колено и всякий язык преклонится при тобой прославить имя твое святое помоги нам донести свой крест до конца и приготовь души наши к великим и в великим испытаниям помоги нам господи во всем воспитании детей быть послушным мужьям своим как и кому правильно донести слово твое святое за все благодарю тебя отец сын и дух святой ныне присно и во веки веков аминь аминь спаси христос наталья хорошая молитва была спаси христос один проповедник проповедовал только кончил проповедовать а его оклад порога уже сестра встретил и это стал и готовить брат как ты проповедовал а он горит и не первый ты уже вторая подошла первый подошел с левой стороны мне уже прошептал это